Теперь политическое кредо. Родину люблю. Путина слушаюсь. Шойгу намыло. Судью намыло, да? Воевать будем дальше. Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами? Твари вонючие! Вы что творите? Вы скоты! В 2007 году в Петербурге в ресторане «Нью Айленд» отмечал юбилей детский тренер по лыжам Самуил Фридманович Жаркой. Юбиляру стукнуло 75. Ресторан, расположенный на теплоходе на набережной Невы, был полон гостей. Приехали воспитанники тренера из детско-юношеской спортивной школы Красногвардейского района. Коллеги по тренерскому цеху. Любимая жена Виолетта Кировна. С которой юбиляр станцевал зажигательный танец. В общем, банкет удался. Смущало только одно. Ресторан «Нью Айленд» — один из самых дорогих в России. Тут обедают генералы ФСБ, губернаторы, главы иностранных государств. Мягко говоря, не то место, где должен отмечать юбилей детский тренер-пенсионер. Еще более удивительным фактом было то, что 75-летний тренер числился владельцем этого ресторана. На него была записана фирма, которой принадлежал ресторан. И таких пафосных, мега-дорогих кабаков за ним в Питере числилось несколько штук. Объяснялось это тем, что Самуил Жаркой был пенсионером с активной жизненной позицией. Еще в начале 90-х он отошел от детского спорта и занялся бизнесом. Помогал вести дела своему приемному сыну Жене Пригожину. Любимая супруга Самуила Жаркова, с которой он танцевал на юбилее, Виолетта Кировна Пригожина. Евгений Пригожин — ее сын от первого брака. Родной отец Пригожина рано умер, и отца ему заменил спортсмен Самуил Жаркой. По официальной версии, которую Пригожин когда-то сам поведал журналистам, они с Самуилом честные и очень трудолюбивые бизнесмены. Сначала продавали хот-доги на улицах, месили тесто прямо в квартире. Потом была сеть продуктовых магазинов «Контраст», потом рестораны. Попутно сам Пригожин еще и подрабатывал по найму, директором на фирме, которая держала казино в центре Петербурга. Пригожин пахал, как папа Карла, а Самуил ему помогал. Так и поднялись пацаны. Все хорошо, друзья, вот только сеть магазинов «Контраст», а также казино, а также все эти рестораны и ларьки, которыми Пригожин рулил в девяностые годы, были не совсем его. У них был хозяин, а Пригожин за долю малую на него работал. Хозяина звали Миша Кутаиский, главарь одной из крупнейших ОПГ в городе. Миша Кутаиский, он же Михаил Мирилашвили, он же Михо, был выдающейся фигурой бандитского Петербурга. Это была крупнейшая этническая ОПГ в городе. Костяк ее составляли грузинские евреи и примкнувшие к ним соратники из города на Неве. Как вы начинали свой бизнес, связанный с казино? Очень увлекался игрой. Мне нравилось. И тогда, вы сами понимаете, не было ни казино, чтобы с цивилизованной можно было прийти, отдохнуть. Мне это очень нравилось и даже слишком увлекался. И как-то я в Лас-Вегасе, в Америку, съездил и сыграл в казино. И проиграл. Вот как я сказал, что во всем я вижу хорошее. И, на самом деле, было удивительно, что первый раз в жизни проигрывать денег я получил удовольствие. Это было в Лас-Вегасе. Ну, я говорю, вот этот бизнес для таких же увлекающихся людей, как я. И решил построить казино, сеть казино. Но это был не основной бизнес мой. Это как хобби. Ну, и как бизнес получился неплохим. А основной бизнес? Основной очень много направленный. Ну, импорт, экспорт, торговля, строительство торговых центров. Как Пригожин попал туда, доподлинно неизвестно. Сам он объяснял, мол, Спектр привел. Борис Ефимович Спектр, друг детства Пригожина, был важной персоной в экономическом блоке ОПГ Миши Кутаиского. Он как раз занимался вложением бандитских денег в казино, магазины и другой легальный бизнес. В детстве Пригожин и Спектр вместе бегали в лыжной секции у Самуила Жаркова. А в девяностых все трое дружно встали на лыжи бандитской коммерции. В ОПГ Миши Кутаиского Пригожин получил путевку в жизнь. Именно Миша дал денег на дорогие рестораны «Нью Айленд», «Старая таможня», еврейский ресторан «740», которыми управлял Пригожин. Потом часть этих заведений Пригожин у Миши выкупил и стал там единоличным хозяином. Развод между ними состоялся в 2001 году и проходил нелегко. Пригожин задумал сменить крышу, перейти в другую ОПГ. Миша потребовал вернуть деньги, вложенные в рестораны. В другие времена это бы кончилось плохо. Ресторатор Пригожин кормил бы червей в лесу на Карельском перешейке. Но нашелся человек, который разрулил конфликт. Обе стороны получили свое, а Пригожин с партнерами ушел под новых покровителей. Этот другой авторитет, с которым Пригожину удалось наладить отношения, уже знакомый нам Роман Игоревич Цепов, Бейлинсон, по кличке Рома Продюсер. Он и вправду был продюсер. Дал денег на сериал «Бандитский Петербург» и даже снялся там в эпизодической роли. сыграл участника бандитской сходки, то есть самого себя. Рома Цепов тоже был любитель пообедать на теплоходе. Он помог Пригожину тогда в трудной ситуации. Он же помог ему наладить связи с Путиным и Золотовым, которых прекрасно знал по бандитскому Петербургу 90-х годов. В 2000 году Рома Цепов был даже в Кремле на инаугурации Путина, как представитель от братвы. Здесь, в Кремле, сосредоточие нашей национальной памяти. Здесь, в стенах Кремля, веками вершилась история нашей страны. В итоге из недр бандитского Петербурга Пригожин пролез на самый верх путинской вертикали и вскоре оброс такими связями, что сам мог составить крышу кому угодно. Сначала стал поваром Путина, потом поваром всей российской армии, а потом и вовсе был допущен до святая святых, на внутреннюю кухню ГРУ. С ЧВК, убийствами, африканскими алмазами и золотом и прочей клоакой. Десять лет подряд, с 2012 по 2022, Пригожин получал из бюджета Министерства обороны по миллиарду долларов в год на питание армии. Сколько реально стоило это питание – государственная тайна. Но, зная нравы в военном ведомстве России, можно смело предположить, что все завышено минимум в два конца. Куда же шла огромная прибыль, которую получал Пригожин десять лет? А вот в общак ГРУ и шла, а также в Кремль на самый верх. Поэтому в 2023 году, когда повар Путина вышел из-под контроля и взбунтовался, его даже посадить не смогли. Слишком все оказались повязаны на этой кухне – многолетним совместным воровством и прочими преступлениями. Ну, кто вы такой, чтобы со мной на трех сдавать? Ну, давайте так все равно думать. Что делать? Еще раз. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Однако в начале были Миша и Рома. Два авторитета, без которых Пригожин вряд ли бы вылез из недр бандитского Петербурга и забрался так высоко. Судьба обоих благодетелей в дальнейшем сложилась непросто. Миша Кутаиский был арестован в 2001 году за двойное убийство. Он сам не убивал, но заказал. Журналист Дмитрий Запольский, который близко знал МИХО, говорил, что на следствии он вел себя вызывающе. Говорил, что Путин у него с руки ел в 90-е. И вы все еще пожалеете. Об этом донесли тому, кто с руки ел. МИХО посадили. Он отмотал 8 лет на зоне под Оренбургом, потом уехал в Израиль. Чубайс тяготел всегда к таким как бы более интеллигентным людям. То есть он очень сильно помог в свое время Михаилу Михайловичу Мирилашвили в создании его силового... Ну, Мирилашвили тоже самое. Вор в законе, очевидно, что... Не, не, да какой он вор в законе? Да Господь с вами, какой он вор в законе? За Мирилашвили, Михо. Да какой он вор в законе? Да что вы. Обычный, обычный как бы гангстер-коммерсант. Авторитетный. Нет, вор в законе, это все-таки, это нужно входить в воровскую среду. Как раз он-то и сел на полную катушку, потому что он заказал убийство в вор в законе, которые похищали его отца. Отца или брата? Нет, отца, брат Кусо, брат Кусо, второй брат Михо, оба живут в Израиле сейчас и имеют большие-большие доли и хорошие компании в России. Капитал и Михо действительно не тронули. Он приехал в Израиль миллиардером и до сих пор вращается там в высших кругах. У вас был случай, когда вы хотели сменить фамилию, чтобы вам не задавали вопрос, грузин вы или еврей? Расскажите об этом. Я не смею фамилию, и слава богу, но на самом деле был такой настрой, не потому что я к грузинам отношусь плохо, наоборот, я им очень благодарен. Я жил там до 16 лет, в Грузии, и очень много полезного, я надеюсь, приобрел от грузин, потому что мне постоянно принимали за грузина. И постоянно доказывают, что я не грузина, а еврей. И не совсем тактично, когда сидишь в компании и принимают за грузина, и говорят анекдоты про евреев. Постоянно нам надо говорить, слушайте, ты аккуратно, потому что я еврей. Лучше сразу, чтобы все знали. И был один случай, когда перед освобождением приехал ко мне большой генерал, очень большой чиновник, и говорит, Михаил Михайлович, я слышал, что вы хотите поменять фамилию. Я говорю, да. А почему? Ну, я могу описать причину. Пожалуйста, на меня это фамилия. А вот судьба Ромы Цепова сложилась куда более печально. Рома-продюсер был главным решалой бандитского Петербурга. На первом сроке Путина он достиг пика своего влияния. Не то что повар Пригожин, Дерипаска и другие олигархи стояли в очереди к нему, чтобы разрулить свои вопросы. Но потом Рома неудачно влез в дело Юкоса. Хотел помочь его прежним владельцам. По слухам, за пакет акций нефтяного гиганта. Умирал он страшно. В сентябре 2004 года Рому отравили и по всем признакам – полонием. Рома умер от лучевой болезни в страшных мучениях, попив чаю в кабинете начальника ФСБ Петербурга. Полоний просто сжег его организм изнутри. Жуткая радиоактивная агония длилась две недели. Вот такие у них нравы в бандитско-чекистской среде. Кстати, Пригожин об этом тоже всегда знал. По глазам видно. Я за последние 10 лет, ну так, с 14 лет, за 9 лет, я приблизительно раз в 100 проходил момент, когда меня должны были убить, но этого не случалось. И я отношусь очень философски к дальнейшей своей жизни. У меня через несколько дней будет день рождения, и мне задают вопрос мои родственники о том, что будет день рождения или нет. И хрен его знает. Но с утра скажу, будет или нет. Если буду жив, здоров, значит будет день рождения. Если не будет, значит не будет в день рождения. Поэтому я к этому очень философски отношусь. Точно так же, как и все парни, которые находятся в Челоковарне. Этой философии все когда-то умрут. Ведь самое главное, это не то, когда ты погибнешь, а как ты погибнешь. Потому что если умрет какой-нибудь заслуженный губернатор, да я недавно тут про Александр Дмитриевича говорил, Бедлова, вот он когда умрет, ему что нужно сделать? Его надо на живот класть. Потому что люди будут приходить писать, и будут глаза щипать. Эх ты мой дорогой человек. Вот так вот хороним. Если кто это видео увидит, вот так вот хороним пацанов, которые до дома не доезжали. Вот так, сгорел. Это от нехватки боеприпасов. Экипаж сгорел полностью в граде. Вот, сними, братан. Боже, труба от града. Просто осталась от града. Вот так вот как... Это все, что осталось, ребят. Не сделали ни координатов, ни целей. Пацаны сидели в машинах и ждали целей. Просто в них, и они сгорели. Турман, скажи свою должность. Я замком взвод. У меня пять расчетов. 72-я бригада. Это самое говно. Я командир отделения. Я отвечаю. Специального взвода. Командир отделения. И вот так вот ребят похоронят. Которые до дома не доезжают. И потом жены звонят. Света звонит и говорит, почему не убери глину? Почему не убери глину? Я говорю, вот так, брат. Вот так происходит. Если кого-то это увидит, пускай... Опомните. Сраный, опомните. Дайте сюда боеприпасы. Дайте техники. Зачем молодых сюда посылаете? Молодняк. Люди гибнут просто так здесь. Вот мы как живем. Вот так вот мы носим с тобой все, что есть. На 22 человека два автомата сейчас осталось. И боеприпасы в карманах. И боеприпасы вот что. У него и у него. Что могли. Все, что есть. Сергей Кашбетович, я с тобой служил в МЧС 96-98. Выходил, выходил. Выходил. До 2010 года в российской, а ранее в советской армии, солдаты кормили себя сами. Из числа срочников набирались повара, а вспомогательные функции на кухне выполняли все по очереди. Это называлось «наряд по кухне». В 2010 году тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков провел реформу. Питание было отдано внешним подрядчикам на аутсорсинг. Это была тема с колоссальным коррупционным потенциалом. Сколько всего можно накрутить в сметы по питанию сотен тысяч солдат. Однако при Сердюкове Пригожина к этой теме не подпускали. У Сердюкова, который прославился эпической коррупцией, на этой кормушке были свои люди. В ноябре 2012 года он был снят с должности в ходе разборок внутри путинского окружения. Вот этот бывший министр обороны, это такая боль. И мне кажется, вы его назначали. И даже в последнее время по телевидению уже оправдывали. Вот я бы хотела сказать, спросить вернее, что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя, и как вернуть эти деньги, которые они уворовали, славянка это и прочее. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего они уворовали там? Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Сейчас скажу почему. Ответьте, пожалуйста. Как вас зовут, да? Мария меня зовут. Мария? Мария. Маша, садись, пожалуйста. Спасибо вам. В ноябре 2012 года Сердюков был снят, а в декабре того же года новый министр Шойгу подписал с холдингом Пригожина «Конкорд» контракт на 92 миллиарда рублей на питание в армии. Это 3 миллиарда долларов на тот момент. То есть не успел Шойгу прийти в Минобороны, как следом зашел Пригожин. И месяца не прошло. И сразу ему подряд на 3 миллиарда долларов. Потом эта связка благополучно работала 10 лет. То есть Пригожин и Шойгу – люди из одной коррупционной команды, которая сменила команду Сердюкова в 2012 году. 1971 год. Сергей Шойгу в родной Туве в возрасте 16 лет. Он же 50 лет спустя в погонах генерала армии. Ранее Шойгу никогда в армии не служил. Его длительное нахождение на посту министра обороны при Путине получило едкое название «Тувинский цирк» – смесь бездарности, воровства и показухи. Появились уже не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которые можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Мне понравилась ваша формулировка. Началось серийное производство боевых роботов. Не то, что разрабатывать первые образцы. Конечно. Но для этого надо было пройти путь. И самое главное, что на этом все не останавливается, продолжается движение. Шойгу был высоким чиновником еще в команде Бориса Ельцина. Тогда он жил относительно скромно на госдаче советского образца. А через 20 лет при Путине переехал в огромное частное имение на Рублевке с вычурным дворцом в тувинском стиле. Ну там бассейн, каминные залы, все как положено олигарху. Талантливый человек талантлив во всем. Чем еще заняться, когда у тебя уже все есть? Правильно, резьбой по дереву. Можно посмотреть, мне нужно еще комментировать, скажите, как вы. Почему вы? Он очень дурак, как ему прочитать. Ну согласитесь, умный человек, будучи министром обороны, не станет устраивать выставку личной резной скульптуры. Он же, оказывается, резчик по дереву, где десятки резных скульптур. Я посмотрел, когда же ты в министерство-то заходишь, дорогой. Вот это примерно так. Это ж надо, это ж действительно, если ты он сам резал, это огромная работа, это надо каждый день так что-то резать. Это как Микеланджело, с утра встал, заработал, вечер. Под стать Шойгу развернулись и все его подельники по коррупции в Министерстве обороны. Например, Тимур Иванов, знаменитый зам Шойгу по вопросам строительства и управления имуществом. И его жена, светская львица Светлана Маниович, которую любящий муж усыпал бриллиантами, роллс-ройсами и дорогой недвижимостью по всему миру. Когда-то Светлана была подругой знаменитого бандита из 90-х годов Антона Малевского, покойного главаря Измайловской ОПГ. При Путине просто бандитов сменили «бандиты в погонах». И Светлана стала подругой генерала Иванова. Весной 2023 года Светлана Маниович весело кутила и закупалась барахлом в Куршавеле, передавая привет всем российским мобикам и их женам. Без лоха и жизнь плоха. Все в ужасе, в шоке. Все друзья приходят, не верят, что он погиб. Они все говорят, сильный мальчишка. Что-то мы не верим. Никто ничего не говорит. Посылает туда звонить, сюда звонить. Вчера в честь его сейчас сказали, звоните ФСБ, мы ничего не знаем. Тот командир, который взял ответственность за вашего ребенка, он... Он вообще на связь не уходит. Его нет, я не зайду. Они его не зовут к трубке. Берет какой-то дежурный там в штабе и ничего он не знает. Похородку какую-то? По Ватсапу. Свою долю в распиле военного бюджета получил и повар Путина Пригожин. При этом часть денег его обязали потратить на разные специфические услуги для Кремля и ГРУ. Так, уже в 2013 году Пригожин наладил работу фабрики троллей в Петербурге. Тролли загадили российский интернет платными комментариями и постами в пользу путинского режима. Вскрылось это в 2015 году, когда сотрудницу фабрики троллей Людмилу Савчук уволили с работы, не заплатив оклад 41 тысячу рублей. Обиженная сотрудница устроила скандал и подала в суд. Когда человек-сотрудник фабрики троллей приходит на рабочую смену, ему дается техническое задание. Оно приходит либо в письменной форме, либо выдается ему устно. Мне, например, удалось увидеть, как ведется работа против Немцова в тот день, когда его убили. Как буквально онлайн в режиме реального времени производится ложь. И я видела, как идет разжигание ненависти к определенным людям. К оппозиции, российской оппозиции в целом. Ненависти к другим странам. Понятно, мы знаем список этих стран. Это, прежде всего, Украина, США и Евросоюз. Все это выглядит как пластилин. Вот это общественное мнение, которое они пытаются формировать. Помимо фабрики троллей, Пригожин занялся также наемниками. В 2014 году, во время войны на Донбассе, появилась ЧВК Вагнера, которая потом поехала в Сирию, Мали, Центрально-Африканскую республику и везде, где можно срубить бабла на крови. В Африке, везде, куда заходили Пригожин и ГРУ, схема была стандартной. Предложить услуги охраны какому-нибудь местному царьку. И под этим соусом влезть в нелегальный золотой или алмазный бизнес с целью грабежа местных природных ресурсов. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Освоение миллиардов бюджетных денег сделало Пригожина очень богатым человеком. На камеру он любил почесать языком про справедливость, про детей олигархов и коррупционеров. У Шайбу зять ходит, булками трясет, ну имеется в виду ягодицами, да? А дочка открывает форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? Да и боеприпасы, блядь, потратили. Я сижу, курю на балконе. Я купила себе хуительные сережки. Вот. Сижу, курю. Мне слишком впадло. Ну вот. Вот кухня. Вот такая вот кухня. Вот. У меня вид пиздоты из окна. Сейчас покажу. И стол. Вот это вообще, это да ты шо. Вот вид. Я вроде счастлива, что я тут со всеми знакомлюсь, трахаюсь, я вот думаю, шлюха я или не шлюха. Я вообще, а нахуя мне быть шлюхой? А нравится ли мне это или не нравится? Я постоянно в этих мыслях. В далекое советское время Пригожин отсидел 10 лет за гоп-стоп и квартирные кражи. В 2022 году пропутинское издание «Дни.ру» опубликовало интервью с его сокамерником. Интервью, видимо, должно было создать Пригожину благоприятный имидж. Оказывается, на зоне он и занимался спортом, ходил в качалку, и боролся за справедливость с начальством, отстаивая интересы зэков, но при этом как-то вскользь упоминается, что в лагере Пригожин был бригадиром, то есть козлом. Козлы, они же активисты, они же положительно настроенные и осужденные, это такая каста заключенных, которые живут тем, что сотрудничают с администрацией. Ничьи интересы они не защищают. Наоборот, продают всех и вся, выслуживаясь перед начальством и выполняя любые его прихоти. Козлами считаются бригадиры, завхозы, хлеборезы, члены СДП, секция дисциплины и правопорядка. Козлы – одна из наиболее презираемых каст в лагерной иерархии. Михаил Орский – московский криминальный авторитет 90-х годов о касте козлов. Нет такой постановы, что все, кто вступают в актив, вот они вступают туда для того, чтобы конкретно угнетать, ломать людей, делать всякие гадости и подлости. Очень многие, ну, во всяком случае, в раньшее время, в мои времена, в наши времена, вступали туда с формулировкой. Да я без несчастья, я никого не трону, я не буду никакой гадости делать. Но вот для того, чтобы раньше освободиться, вернуться к семье, я же не преступник, я же от сахи на время. То есть, вредить никому не буду, просто вот для фортецелы надену повязку, чтобы скорее выскочить. Ну, видите ли, в чем дело? Не получится так. Вы понимаете, вы же знаете, мы даже сейчас там постоянно какие-нибудь там отчаянные менты такие эти, правдорубы, вдруг там делают какие-то заявления о том, что их достала палочная система, что их заставляют, их заставляют раскрыть там энное количество преступлений. Ну, это то же самое, что пойти в ментовку и сказать, я буду хорошим ментом. Да. Значит, и у них то же самое. Он вот, например, пришел с такими мыслями в козий коллектив, а вокруг-то козы не дураки. Если вы думаете, что козы это такие бывшие там токари, пекари, пролетарии, которые вот вступили на путь исправления, да не, там такие твари продуманные, там такие, блин, животные, которые тебя насквозь видят. И они быстренько эту канитель выкупают. И у них постанова какая? Чистенький, не хочешь остаться? Гер на ны, не получится. Ну-ка, так, стоп-стоп, вот поймали нарушителя? Стоп, вот давай-ка ты напиши докладную. Вот давай лично ты напиши докладную. Да, и то есть им очень трудно в этом плане не замараться. Хотя, наверное, такие случаи были. По сути дела, когда Пригожин пристроился на госзаказ в 2012 году и стал выполнять грязную работу для Путина и ГРУ, он вернулся к привычной роли козла-активиста на путинской зоне. Он непосредственно связан через цепочки людей, в частности, через информатора новой газеты, с теми людьми, которые совершали нападение. В частности, что, конечно, повторюсь, задевает каждого сотрудника ФБК, тот самый человек, который несколько месяцев назад напал на мужа Любови Соболь. Вот он шел, около подъезда к нему подошел какой-то человек со словами ничего личного, воткнул ему в бедро шприц, после чего Сергей Мохов потерял сознание, очнулся в больнице. Ну, я помню, что такая ситуация была у всех абсолютно шоковая. Что им там вкололи? Какой-то, я не знаю, яд, токсин. Ты же просто кому в голову, понимаете, прийти? Давайте испугаем, вот воткнув шприц в ногу. Ну, действительно испугали, потому что дико звучит. Мы с самого начала заявили о том, что мы считаем, что причастность Пригожина к этому это приоритет, версия номер один должна быть расследована, потому что Соболь прямо накануне выпустила расследование по картелям, которые делал Пригожин нападавшего. Они его идентифицировали и узнали по имени. Через некоторое время после этого нападения он был убит абсолютно вот в жанре таких фильмов, когда, знаете, какого-то киллера, а потом убивает вышестоящий киллер, чтобы все концы пропали, раз уж ты засветился на камере наружного наблюдения. Раньше мы догадывались, а теперь мы знаем, кто это делает, кто придут. Сидят какие-то люди, путинские приближенные, и придумывают какие-то вещи. Так, она, значит, выпустила про нас расследование? Ну, конечно, грохнуть мы не можем, а давайте, чтобы она не выпендривалась, вот возьмем шприц с какой-то жидкостью, ну, с каким-то ядом, да, и воткнем ее мужу в ногу. Это дикость, понимаете? Они сидят и планируют такие вещи. Ну, не знаю, может, они хотели убить его, может, просто не рассчитали эту дозу яда. В статье «Новая газета» там вообще написано, как они увлекаются какими-то ядами и отравлениями. То есть это дикие, опасные извращенцы и убийцы. Те люди, которые сидят во главе сейчас России. Звездный час и пик карьеры старого козла-активиста наступил в 2022 году на войне с Украиной. Хозяину срочно понадобились солдаты. И тут-то повар предложил диктатору идею, где найти пушечное мясо. Быстро и незадорого. На зонах. Вербовкой зэков Пригожин занялся лично. Он хорошо знал эту среду и умел с ней общаться. Так повар стал важной фигурой в русско-украинской войне, а потом и во всей внутренней политике России. В январе 2023 года английская газета «Файнэншл Таймс» сравнила Пригожина с Распутиным. Что имелось в виду, понятно. Проходимец при дворе, который пролез к царю и вмешивался в государственные дела в разгар тяжелой войны. Пригожин в ответ разразился тирадой, что он пускает кровь врагам Родины и вообще типа воин. На самом деле сравнение с Распутиным и правда неуместно. Распутин был против войны. Он не ходил с нашивкой «Наш бизнес – смерть» и «Бизнес идет хорошо». Нутром старец Григорий чуял, что большую войну царская Россия не переживет. Он даже уговорил царя остановить Брусиловский прорыв на Западной Украине в 1916 году, поскольку русская армия понесла чудовищные потери – до 900 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом противник потерял еще больше. Это была крупнейшая бойня Первой мировой войны. Прорыв на 120 километров стоил 2,5 миллиона потерь с обеих сторон. Царица и Распутин, люди верующие, были просто шокированы таким ходом войны. Брусилов и генералы сидели в штабах, а крестьянская Россия засыпала Западную Украину своими трупами. В конце концов царь приказал остановить наступление, удовлетворившись достигнутым. Однако все это совсем не случай Пригожина. Бойня тут никого не пугала. И наоборот, чем больше трупов, тем лучше. Чисто коммерчески. Зимой 2022-2023 годов русский язык обогатился термином «мясные штурмы». Родился он в боях за Бахмут, где Пригожинская ЧВК каждый день гнала зэков на штурм позиций ВСУ в условиях снарядного голода. На этом участке фронта потери ЧВК «Вагнер» убитыми и ранеными составили до 40 тысяч человек. Пригожин периодически устраивал истерики на камеру на фоне гор трупов, требуя дать ему артиллерию. Шойгу! Герасимов! Где *** мои припасы? В Бахмуте его давнее коррупционное партнерство с Шойгу ушло в прошлое. Два путинских прикорытника отныне стали непримиримыми врагами. Тем не менее Пригожин продолжал гнать своих солдат на убой. Нежелающих идти ждал расстрел и казнь кувалдой. В Бахмуте колоссальная интенсивность. Штурм они начинают в 6 утра и заканчиваются с ним вечером. То есть 13 часов они беспрерывно кидают людей, технику. И у нас идет бой 13 часов. Вот у них разведка боем постоянно. То есть у них просто идут люди, которые просто идут, стреляют. Начинают стрелять в ответ. Их там начинают накрывать артой, артиллерией. По ним начинают работать логами, агрессорами. По всем, что есть, по ним начинают работать. Ну, его убивают. Ну, вот они там вычислили одни боиточки. Им как бы настолько вот все равно. Молодых пацанов очень много. Ну, реально очень много молодых пацанов. Они там от 20 до 30 лет не просто лежат. То есть целое поколение просто лежит. У нас, допустим, какая-нибудь выгодная высота. И у них просто, я так понимаю, приказ. Просто штурмовать ее любой ценой. Взять ее любой ценой. Независимо от потерь. Независимо от того, сколько человеческого ресурса они потратят. Просто штурмуйте и все. И все, они идут. Они выполняют приказ. На этом фото Евгений Нужин, бывший зэк и наемник ЧВК Вагнера. Ему удалось сдаться в плен. В плену он рассказал о зверском отношении к зэкам в ЧВК Вагнера. Что-то сделаешь не так – обнуляют. 11 ноября 2022 года Нужин был обменен Украиной на своих пленных. На следующий день, 12 ноября, в Телеграме появилось видео казни Нужина Кувалды с комментариями от ЧВК Вагнера в духе «Молот возмездия» и тому подобное. Орудие садистской казни Пригожин сделал своим рекламным брендом. Кувалда стала символом глубочайшей деградации России как государства, которая произошла при Путине и его чекистском режиме. Ну а когда Пригожин сам стал жертвой расправы без суда и следствия, Кувалду вместе с цветами принесли к зданию Вагнер-центра в Петербурге. Круг замкнулся. Самый буйный клоун в Тувинском цирке был съеден с ворой своих подельников. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Владимир Владимирович Путин! Владимир Владимирович Путин! А вот он! Ну а что вы пришли сюда сегодня? Мы за Путина! А почему? Да потому что это наш президент! Владимир Владимирович Путин! Владимир Владимирович Путин! Да будет, здраво, Российский, Верный араба Твоего Владимира Владимировича, В мире и правде, и мудрстве соблюдив, Гради его страхом своим, Дава ему мирная мудрость, Ради их нам, и к всем святому имени Твоему, Можем здесь все услышать. Владимир Владимирович Путин! В годы Первой мировой войны на Западный фронт в германскую армию попал молодой солдат по имени Эрик Мария Ремарк. Провоевал он недолго, вскоре был тяжело ранен и отправлен домой. Зато немецкая и мировая литература получила лучший антивоенный роман 20 века «На Западном фронте без перемен». Сила этой книги не только в том, что там показана знаменитая позиционная война на Западном фронте, окопный ад, который длился целых четыре года, и который Ремарк застал во всей красе. В книге показана и сама Германия того времени. Всеобщий националистический угар, который окружает молодых немцев в школе и дома, в конце концов приводит их в окопы. Главный герой и его одноклассники с радостью идут воевать, кормят в шеи, тонут в грязи и все по очереди погибают. Но всегда на войнах молодые. Но у нас сейчас, я все понимаю, политическая обстановка, вечная боязнь, где-то что-то. Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну слушайте, ну дайте повоевать. Только меня что огорчает, что это, наверное, первая война, где мы воюем без молодежи. Я, потому что при всем уважении там к руководству, я не понимаю, как может так быть, чтобы срочник и не воевал. Когда нацисты пришли к власти, книги Ремарка сожгли. Писатель был обвинен в очернении героев мировой войны. Из бойни первой мировой войны нацисты сделали культ по типу «деды воевали». Это получило название «Тотенкульт» – культ смерти на войне. Писатель-пацифист в него никак не вписывался. День добрый, братья и сестры. Нахожусь в городе Кострома. Кладбище. Могилы воинов 331-го полка 98-й дивизии. Ради этих парней. Посмотрите, сколько. Это только одна Кострома. Это только один полк. Неимоверные потери по нашим, по афганским меркам. Основная масса младше 30 лет. И вот ради памяти вот этих всех ребят надо жить и делать все, чтобы смерть их не оказалась напрасной. Надо побыстрее закончить эту войну. Войну со злом. Войну с фашистами. Войну, которая против нашей России. Против нашей веры. Против нашей семьи. А что касается окопной войны на Западном фронте, она закончилась резко и для многих внезапно осенью 1918 года. Германия надорвалась в войне на истощение. В последнем раунде боксер выдохся и получил нокаут. Фронт рухнул. Войска побежали. Начался массовый отказ от выполнения приказов. В крупных городах народ вышел на улицы вместе с солдатами. Началась революция. В условиях развала и фронта, и тыла Германии ничего не оставалось, как подписать капитуляцию. Горе побежденным. После войны немцам пришлось еще и платить репарации. Американская карикатура тех лет. Наши условия, весь ущерб должен быть оплачен. Оплатить надо было много. Союзники сильно потратились на войну. Американский плакат 1918 года, призывающий покупать очередной выпуск военных облигаций. На плакате лозунг «Бей гунна». В годы Первой мировой войны гуннами англичане и американцы презрительно называли немцев. В древности германские племена подверглись нашествию гуннов – дикой орды, которая прискакала в Европу откуда-то из глубин Азии. Гунны покорили германцев и включили их в свою империю. Отсюда намек, что генетически немцы – потомки гуннов, то есть опасные агрессивные дикари. Ну, в общем, орда и орки. Репарации и война привели к тому, что финансовая система Германии рухнула. Началась первая в мире гиперинфляция. На пике в 1923 году буханка хлеба стоила 400 миллиардов марок, а цены удваивались каждые двое суток. Германия, 1923 год. Дети играют на улице пачками денег. Купюрами обклеивали стены. И топили печки. Но, тем не менее, жизнь в Германии постепенно возвращалась в мирное русло. Осенью 1923 года в баварском городке Байройд после долгого перерыва вновь открылся ежегодный фестиваль музыки в честь композитора Рихарда Вагнера. Возглавляли фестиваль его родственники – сын Зигфрид Вагнер и его жена Винни Фред. В числе гостей фестиваля был малоизвестный начинающий политик Адольф Гитлер. Его тепло приняли в фамильном доме Вагнеров. Байройдский фестиваль 1923 года стал отправной точкой многолетней дружбы между Гитлером и этой семьей. Все семейство Вагнеров было ярые немецкие националисты и антисемиты. Поражение и крах Германской империи они принять не могли. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Проснулся в мраке, полпальца в сраке, нет страны, великой страны нет. Вагнер, как и многие, верили, что всему виной был удар в спину. То есть Германия должна была победить, но заговор евреев и предателей этому помешал. Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека, этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства. И это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. В теорию удара в спину свято верила Виннифред Вагнер, невестка композитора Вагнера. В 1926 году она вступила в нацистскую партию одной из первых. Ровно таким же немецким шовинистом и антисемитом был сам композитор Вагнер. Всю жизнь он двигал идею, что в Германии на самом деле две культуры – еврейское искусство и немецкое. И первое – хочет уничтожить второе. Постоянным объектом ненависти у Вагнера был композитор Мендельсон, его современник и автор известного свадебного марша. Еврей Мендельсон не соответствовал немецким духовным скрепам, считал Вагнер. Романтические по своей натуре немцы притесняются и унижаются евреями, торгашами и спекулянтами. Все новое искусство приняло еврейский характер. Культурная жизнь немецкого народа контролируется евреями и подчинена им. Рихард Вагнер из статьи «Еврейство в музыке». Зеленский не еврей – это позор еврейского народа. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Байс, а Маше Израилевич, как он там живет. Где-то зачем он это делает, я не понимаю. Композитор Вагнер в своем творчестве прославлял мифический немецкий дух, который якобы идет от древних германцев до наших дней. Это подавалось разными способами. Былинный герой Зигфрид у него сражается с разными злобными существами, у которых на уме одни деньги и жажда власти. В другой опере благородный немецкий рыцарь Вальтер фон Чивотатам утирает нос на музыкальном конкурсе своему сопернику – низкому интригану, врагу немецкой культуры, в котором угадываются всем известные карикатурные черты. Духовный меч, которым мы сражаемся сегодня, был выкован мастером. Писал Гитлер в письме сыну композитора Зигфриду Вагнеру, под мастером подразумевая Рихарда Вагнера. Вагнер был находкой для идеологов нацизма. Подобно тому, как Путин на каждом углу говорит о тысячелетней России, хотя слово «Россия» появилось только в 15 веке, Гитлер постоянно говорил о тысячелетнем рейхе. Нацисты уверяли, что немцы – народ тысячелетней культуры, наследники древних германцев и еще более древних ариев. По инициативе президента Рахмонова, 2006 объявлен годом арийской культуры. Власти предлагают немало усилий для того, чтобы каждый таджик знал о своем благородном арийском происхождении. Племена ариев или арийцев появились в Евразии где-то пару тысяч лет до нашей эры, от них ведут свою историю десятки народов. Но пальму первенства в поисках своих арийских корней уверенно держит Таджикистан. Тени забытых предков, исповедовавших за растризм, бродят по улицам Мусульманской Республики, что называется, среди бела дня. На мне костюм богатыря Ария. Я горжусь своими предками. Исполняя роль стражника, я чувствую себя частью истории. Я думаю, что в каменном веке люди называли себя европеоидными русами, потому что это «ра-сё». «Ра» – это свет, «сё-это» – это слово позднее. «Асё» – говорили в древности. Это цвет. Рис светлый, рысь светлая, русы светлые, раса светлая была. Русы – это раса белая. Как обычно, в таких шовинистических теориях историческая правда лежит где-то далеко в стороне. В реальности древние германцы – это были лесные племена за околицы Римской империи. Первые государства у немцев появились только после падения Рима. Первые письменные памятники культуры лет через 300 после этого. Но нацисты этим особо не заморачивались. В стране насаждался германо-арийский культ, а с ним и культ композитора Вагнера. Бавария – 1940 год. Гитлер вместе с родственниками Вагнера во время очередного фестиваля в Байрейте. Там же – Гитлер с внуками Вагнера. Берлин, 25 августа 1938 года. Гитлер в опере. Вагнер – Лоенгрин. Нюрнберг, 5 сентября 1938 года. Гитлер снова в опере. И пары недель не прошло. Снова Вагнер. Нюрнбергские мистер-зингеры. В этот раз Гитлер посетил оперу сразу после открытия партийного съезда. Слева от него – Юлиус Штрейхер, редактор издания Der Stürmer, штурмовик, главной антисемитской газеты Третьего рейха. Через два месяца после того, как было сделано это фото, в Германии пройдет общенациональный еврейский погром «Хрустальная ночь». Какой нацизм без еврейских погромов? «Хрустальная ночь», «Хрустальная ночь». Б глава «Хрустальная ночь». На борт быстро все на борт. На борт быстро все на борт. Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняй свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъярённая толпа, которая не знает, откуда бы прибыли и зачем. Я не знаю успехов, я просто... Эй, парцы, ты же милонад не прошли! А? Ты что заставить решишься? Проверяем машины, останавливаем паспорта, документы. Одну проверили, а это вторая пустая. Ждём, короче, приезда. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Когда Гитлер насаждал культ Вагнера в Третьем Рейхе, в Москве при штабе Красной Армии уже работала организация, которая позднее получила название ГРУ. Шпионская сеть ГРУ в Германии и соседних странах называлась «Красная капелла». Там было около 150 человек. В массе своей идейные антифашисты. Главным поставщиком информации для капеллы был вот этот человек — Рудольф Рёслер. Псевдоним Люси. Рёслер был набожным католиком. Когда он попал на фронт в Первую мировую войну, то ходил в атаку с незаряженной винтовкой, чтобы не брать грех на душу. После войны Рёслер был журналистом, литературным критиком. С приходом Гитлера он понял, что с такой Германией ему не по пути. «Партаи — это Гитлер! Гитлер, но Германия — это Германия! Германия — Гитлер! 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 Гитлер!» Посмотрев на все это, Рёслер уехал в Швейцарию, где стал работать на несколько разведок одновременно, в том числе и на ГРУ. Пацифист-шпион Люси – прототип пастора Шлага из «17 мгновений весны». Англичане, которые регулярно добывали ценные сведения о военных планах немцев, подкидывали информацию Люси для нужд СССР. Например, план немецкого наступления на Курской дуге. Рёслер узнал о нем раньше, чем офицеры в штабах немецких армий на Восточном фронте. Швейцария была безопасным местом. Люси и его группа благополучно пережили войну. А вот подавляющее большинство его коллег в других странах были арестованы и погибли. Пройдет 70 лет после гибели Красной Капеллы. В 2014 году при ГРУ появится своя ЧВК из наемников. Её создаст подполковник спецназа ГРУ Дмитрий Уткин – нацист, открытый поклонник Гитлера, СС и Третьего рейха. Свой позывной «Вагнер» он выберет по той же причине – яркий представитель новых веяний в российской армии. Что такая армия празднует 9 мая, затрудняюсь сказать. Уткин Вагнер станет топ-менеджером ЧВК по военной части. А финансирование наладит Пригожин с помощью коррупционных схем в Министерстве обороны. В 2022 году серверы компании Пригожина взломали хакеры. Скачанную ими информацию опубликовал Центр расследований досье. Из внутренней переписки ЧВК Вагнера видно, как Уткин даёт разные указания своим подчинённым, пишет резолюции на документах, а в качестве подписи ставит две эсэсовские руны Зиг. Пригожин в этой внутренней переписке фигурирует под кодовым именем Сергей Петрович, а некоторые свои приказы Уткин в шутку, а может и не в шутку, подписывает Хайль Петрович. Какую всё-таки интересную эволюцию проделала ГРУ? От героев-антифашистов к подполковнику Уткину, от красной звезды к эсэсовским рунам. Полный Хайль Петрович. В апреле 2023 года про Сергея Петровича написал восторженные строки главный идеолог современного русского фашизма Александр Дугин. Внутри России народ принимает Пригожина безоговорочно. Ему в войне без всяких сомнений принадлежит первенство. Что бы он ни сказал или ни сделал, его слова и действия тут же отзываются в сердце народа, в обществе, в широких русских массах. Здесь один из многочисленных парадоксов нашей истории. Этнический еврей, олигарх и человек с довольно бурным прошлым на глазах превращается в архетип сугубо русского героя, в символ справедливости и чести для всего народа. Александр Дугин из статьи «Фактор Евгения Пригожина и тезис справедливости». Сугубо русский герой. Архетип, символ чести, олигарх, этнический еврей с бурным прошлым. Мысль философа Дугина несется вдаль и нам за ней не успеть. Пригожин по всему своему поведению это не русский человек. Поэтому вполне логично было объяснить это не только его профессиональной деятельностью, уголовника и прислуги, полового в трактире, условно говоря, трактирщика, но и его национальностью. Он обыкновенный местечковый шинкарь по своему происхождению и по своему поведению. Да еще и с уголовным прошлым, не говоря о том, что он просто исключительный хам. И Дугин, и Гиркин – это русские фашисты. Но они разошлись в оценках Пригожина. Стоит ли ему доверять как еврею или нет? Вы научитесь мужской работе и достойно встретите Третью мировую войну. Фашизация России – это отличительная черта путинского режима. Началась она не вчера. На этом фото 2009 год. Путин приехал в мемориал белых героев в Донском монастыре в Москве. Приехал возложить цветы на могилы философа-эмигранта Ильина и белого генерала Деникина. Ранее их останки были с почестями перевезены в Россию из-за границы. Ильин – любимый философ Путина. Он постоянно его цитирует. Я читаю Ильина, да, читаю до сих пор. У меня книжка лежит там на полочке. И время от времени снимаю, читаю. А между тем Ильин – основатель идеологии русского фашизма. Настоящий певец фашистской диктатуры. Живя в Германии в 30-е годы, он открыто восхищался Гитлером. Ездил по стране с лекциями от ведомства Геббельса. Деникин командовал одной из белых армии в гражданской войне. В 1919 году его войска на какое-то время захватили Киев и Восточную Украину. Деникин опубликовал обращение к гражданам Малороссии. Никакой Украины Деникин не признавал. Только набор губерний в составе России. Существование отдельной украинской нации Деникин также отрицал. Только триединый народ. Также в ходе украинского похода армия Деникина отметилась еврейскими погромами, которые они устраивали повсеместно. Путину оказались близки антидемократические фашистские идеи Ильина, упёртый шовинизм Деникина. И это одна из причин войны с Украиной. Где тут страна, победившая фашизм, и кто кого победил в итоге, сказать уже сложно. Сегодня 40 дней, как погиб наш сын. Все 40 дней я плачу. Мне очень больно здесь, тяжело. Но у меня здесь ещё и гордость, конечно, за него. Большая гордость. Мы всё-таки с папкой воспитали, значит, настоящего мужика, настоящего воина. А насчёт военной операции, я так хочу сказать, мы сразу её стали поддерживать с мужем. Мы знали, что Вова будет участвовать. Но мы всё равно, мы гордимся, мы будем всегда гордиться. И за нашу Россию, за нашего президента. Мы Владимира Владимировича Путина очень уважаем. И гордимся им тоже. И нашим народом гордимся, и нашими воинами, нашей армией российской. И пускай Запад на нас не прёт. Мы не сломимся, мы не испугаемся. Это нас делает смелее. Меня ничего не тревожит. Я думаю, что специальная военная операция идёт по плану. Почему? Потому что, как объявил хозяин, геноцификация идёт по плану. Фашисты едут туда, там их убивают. Демилитаризация идёт по плану. Туда везут танки, пушки, там их уничтожают. Всё правильно. Чем меньше в России будет фашистов и оружия, тем лучше. Наши парни на фронте рвут в жопу за эту власть. А она задерживает всё, ну, моделизованного. Очень страшно жить в этой реальности, когда каждый день гробы, гробы, гробы. И ты не знаешь даже до какого времени, до какого месяца или года тебе жить ещё в этом аду. Рукавицы у него там или перчатки мокрые насквозь. Оружия нету, батареек нету, приборов никаких нету. Никто не понимает, что происходит. Как в 41-м году определяем на своих позициях, кто где находится, блядь, выстрелом. Выстрел есть, значит, ещё живы. Просто уничтожение русского народа. Ничто иное, как геноцид, блядь. Встречаются три собаки. Американская, польская и русская. Американская говорит, если я долго лаю, всегда кто-то придёт и даст мне мясо. Польская собака. Что такое мясо? Русская собака. А что такое лайт? Пятого апреля 1911 года в городе Орёл в семье ремесленника Ильи Пригожина родился сын, первенец. Супруги Пригожины Илья Хаймович и его жена Шейна Рива отдали мальчику имя Залман. Это вариант имени Соломон. Обрезание ребёнку делал Равин Янкель Пантелеев. Согласно местным архивам, Равин Янкель, он же Яков Пантелеев, относился к течению хасидов. Отсюда можно предположить, что родители мальчика также были хасидами. В 1928 году в 17 лет Залман Пригожин при получении советского паспорта поменял своё имя на Евгений. Так появился Евгений Ильич Пригожин. В 1961 году в Ленинграде у него родился внук, которого назвали в честь дедушки Евгением. Новое имя, которое Залман Пригожин выбрал себе в 1928 году, получило продолжение. Город Орёл в царское время не входил в черту оседлости. Евреи могли жить там только в порядке исключения. Это были отставные солдаты императорской армии, ремесленники дефицитных специальностей и некоторые другие категории. Семья ремесленника Пригожина приехала в Орёл из местечка Шклов Могилёвской губернии. Сегодня этот городок известен как малая родина белорусского диктатора Лукашенко. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже на шерсти закорело всё там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих в отставку губернатора третьего. В общем, повар Путина и полоумный белорусский тиран в некотором роде земляки. Я и сказал Пригожину, это гарантия, что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И гарантируйте полную безопасность твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись, этой колонной. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо в этом направлении будем действовать. Что касается безопасности, никогда так разговор не шёл. Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда об этом в таком ключе разговор не шёл. Если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с президентом Путиным. Мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность. Вагнеровцам отдельно о Пригожине, я говорю только в шутку, вот когда мы рассуждали, шёл разговор о безопасности. В Орле евреям жилось непросто. В 1919 году город захватили белогвардейцы, добровольческая армия Деникина. Брали орёл-корниловцы, элита Деникинской армии. Такие бравые ребята в чёрно-красной форме с черепом и костями. Взяв город, они тут же устроили еврейский погром, целью которого был в основном грабёж. Дорогая Роза, то, что мы пережили, когда белые зашли, так это невозможно. Когда мы встретимся, тогда я расскажу. Если Бог даст, я останусь жива, потому что из вещей всё забрали. И теперь, если они придут ещё раз, так я не знаю, что они возьмут, только душу. Дай Бог, чтобы вам не пришлось пережить то, что евреи пережили в Орле и других городах. Очень многие спрятались у русских. Теперь у нас пока Красная Армия. Что будет дальше, я не знаю. Мы сидим в темноте, ни газет, ни писем, и не знаю, на каком мы свете. В городе ничего нельзя купить. Всё разграблено, и люди умирают от голода. Все питаются одной капустой. Будь здорова, целую тебя крепко. Рахиль. Из письма жительницы Орла своей знакомой о захвате города Белыми в октябре 1919 года. Государственный архив Орловской области, фонд П-1, дело 29.11. Документы еврейской секции Орловского губернского комитета ВКПБ. Добровольческая армия и в её центре Корниловский полк спасли честь русского народа, ибо они приняли на себя подвиг борьбы против иноплеменной коммунистической власти, захватившей нашу родину. Было ясно, что на православную Россию надвигается еврейско-масонско-коммунистическое засилье, объявляющее религию опиумом для народа, и поэтому добровольческая армия сражалась за Бога. Примеры возрождения Италии, Германии, Португалии, Австрии, Польши, даже Турции доказывают, что фашизм – живительная доктрина, которая должна возродить дряхлеющую Европу. Вячеслав Новиков – идеолог русского фашизма. Из речи на торжественном собрании по случаю 20-летия Корниловского полка. Париж, 1937 год. Всё это не случайно. Идеологией Деникинской армии был воинственный русский шовинизм. Деникин отрицал право на независимость любых бывших территорий Российской империи – от Украины до Финляндии. Деникинские войска вырезали чеченцев целыми аулами и устроили больше 200 еврейских погромов на занятой ими территории. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Россия была второй в мире колониальной империей после Британии. Ни на кого не нападая, за 400 лет Россия захватила 22 миллиона квадратных километров. Ничего из этого Деникин отдавать не собирался. Впрочем, красные тоже не собирались. У них были свои планы на этот счет. Осенью 1919 года в районе Орла красные и белые сошлись в решающей битве. Она решила исход гражданской войны. Деникин был разбит. Через полгода он уже плыл на английском военном корабле в Европу. Красная армия, марш, марш, вперед! Реввоенсовет нас в бой зовет. Ведь от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Такую же красная сжимает власно. Свой штык мозоли. Стой рукой! С отрядом флотских, товарищ Троцкий, Нас поведет на смертный бой. С отрядом флотских, товарищ Троцкий, Нас поведет на смертный бой. Премьер-министр Владимир Путин посетил Донской монастырь и почтил память выдающихся деятелей России, которая похоронена на территории обители. Глава правительства возложил цветы к могилам генерала Деникина, философов Ивана Ильина, Ивана Шмелева, а также писателя Александра Солженицына. Эти люди, по словам Путина, были истинными патриотами, которые, несмотря на все трудности в жизни, глубоко любили свою родину. Как отметил сопровождавший премьер Архимандрит Тихон, еще несколько месяцев назад могилы Деникина и Ивана Шмелева находились в плачевном состоянии, но после того, как фотографию по ГОСТу увидел Владимир Путин, он поручил изготовить новое надгробие и вместе с патриархом лично утвердил их эскизы. Возвращаясь к подвигам армии Деникина в Орле, нет нужды говорить, что белые погромы в городе добавили советской власти сторонников среди местных евреев, включая и молодое поколение семьи Пригожиных. Два брата, Евгений и Ефим, потом стали комсомольцами, коммунистами. Оба верой и правдой служили советскому государству до конца своих дней. Дед Пригожин женился на русской женщине и всю жизнь работал горным инженером. Сначала на Урале, потом в городе Сланции Ленинградской области. В начале войны пошел добровольцем на фронт, был политруком, участвовал в Оржевской битве, печально известной мясорубке на дальних подступах к Москве. Был ранен и комиссован с фронта в 1943 году. Город Сланцы, шахта имени Кирова. Когда-то дед Пригожина был тут директором. Сейчас переоборудована в отстойник водоканала. Евгений Пригожин-старший приехал в Сланцы в 1957 году с женой и тремя детьми. Прибалтийский сланцевый бассейн, который находился на территории Эстонии и Ленинградской области, тогда бурно развивался. Зазывали людей, давали квартиры. Дед Пригожина умер в 1992 году. Он не увидел, что стало с его шахтой. Добыча сланцев была окончательно прекращена здесь в 2013 году. При Путине в городе Сланцы сланцев не стало. Занятно, что в Эстонии, а это всего 30 километров отсюда, сланец продолжают добывать и миллионами тонн. И перерабатывать. Средняя зарплата рабочего в сланцевой промышленности у них, а работают там в основном русские, составляет около 2000 евро. Такие деньги житель города Сланцы может получить, только поехав на войну. Работы здесь нет. Промышленность убить, народ утилизировать на войне. Все по уму в чекистском Бантустане. В 2019 году в Сланцах деду Пригожина открыли мемориальную доску. На открытие съехались многочисленные члены клана Пригожиных. Дяди и тети повара. Был на открытии и сам Пригожин. Правда, тогда он старался не привлекать к себе внимания. Черные очки, надвинутые на глаза бейсболка. Хотя дед Пригожина вырос в традиционной еврейской семье, нет никаких сведений, что он соблюдал какие-то иудейские традиции, либо приучал к ним детей и внуков. То же самое касается и самого повара Путина. За исключением того, что Пригожин в 90-е годы состоял в еврейской этнической ОПГ Миши Кутаискова, а также руководил еврейским рестораном «740» у метро «Лесная» в Петербурге. Какого-то иного интереса к еврейской культуре и традициям за ним замечено не было. А с началом войны с Украиной в 2022 году Пригожин и вовсе стал проповедником самого оголтелого русского шовинизма. Вполне в Деникинском духе. На Донбассе Великая Россия остановила начало геноцида. Если бы не русские, то геноцид Второй мировой войны повторился бы вновь. Пригожин 22 февраля 2022 года. За два дня до войны. Ответ на вопросы издания «Утро.ру». Да здравствует президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации! Ура! Пригожин 24 февраля 2022 года в день начала войны. Заявление через пресс-службу холдинга «Конкорд». У меня есть очень серьезные личные амбиции, чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия. Потому что Великая Россия – это страна, которая диктует условия всему миру. Пригожин 10 июня 2023 года. Ответ на вопросы издания «Накануне.ру». Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 тысяч. А после этого еще 25 тысяч. Мы умираем за русский народ, который надо освободить. Пригожин в день начала путча 23 июня 2023 года. Пригожин явно открыл в себе талант политрука и агитатора, видимо, унаследованный от дедушки. День рождения Лотоса, который Солидары брал. Спасибо. Поэтому мы Лотоса все вместе поздравляем с днем рождения. И компанию с днем рождения. Правда, не все ему поверили. Шовинист Гиркин не признал в шовинисте Пригожине брата по разуму. Угроза велика. За Пригожиным стоят очень серьезные силы. Если верить некоторым моим информаторам, непосредственно за ним стоит Кириенко, глава администрации президента. А за Кириенко стоят братья Ковальчуки, люди, входящие в самый ближний круг президента. То есть это тоже интегрированная структура. Это человек, который не просто так, но вдруг открылись глаза, и он начал говорить правду. Из него делают проект. Кириенко воюет с Шойгу, откровенно. То есть поэтому Пригожина атакует Министерство обороны. Кто такой Пригожин, скажите мне? Он русский человек? Нет. Но он не русский человек. Он даже по национальности не русский человек. Для него, как и, кстати, для большинства большевиков образца 1917 года, вы сами должны знать не хуже меня, из кого состояло РСДРПВ, да и ИМ тоже, к 1917 году. Там русских-то было с гульки нос. Большинство было евреев с примесью грузин, которые на тот момент были очень оппозиционные. Тот же Дзержинский, он же и по женской линии такие евреи. А по отцу поляк вообще замечательная смесь. Вот я думаю, зря Гиркин это сказал. Олигарх Юрий Ковальчук по кличке Косой – это член кооператива «Озеро». А кооператив «Озеро» – это святое. Больше того, Косой не просто член кооператива «Озеро», он его казначей. Ему принадлежит Питерский банк «Россия», главный общак «Озерной братвы». Больше того, Ковальчук рулит всей путинской пропагандой. Ему принадлежит Первый канал и еще куча важнейших СМИ. Выходец из питерской интеллигенции по происхождению, сын украинца и еврейки Ковальчук, является вторым человеком в путинской ОПГ. В терминах «козаностры» это «консильери», «мозг банды». В общем, наехав на Косова, Гиркин выбрал неудачный объект для нападок. Да и по поводу Пригожина Гиркин не прав. Родословная Пригожина на сегодняшний день изучена мало, особенно по женским линиям. Однако можно смело утверждать, что покойный повар имел как минимум 50% русской крови. Чем он хуже Деникина, который был наполовину поляк? Или философа-шовиниста Ильина, который был наполовину немец? По матери Ильин был швейкерт фон Штадион. «Обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истины русского настроения». В.И. Ленин. Из статьи к вопросу о национальностях или об их автономизации. 1922 год. В отличие от швейкерта, который Иван Ильин, Пригожин не только гнал великодержавную демагогию, он деятельно помогал Путину в его захватнической колониальной войне с Украиной. В мае 2022 года наемники Вагнера прорвали фронт у Попасной, что позволило потом российским войскам захватить север Донбасса, Северодонецк или Сечанск. С октября 2022 года Пригожин 8 месяцев штурмовал Бахмут, не считаясь с потерями. Штурм превратился в затяжную кровавую мясорубку. Но это позволило российскому командованию выиграть время и построить линию укреплений на юге от Днепра до Донбасса. Для чего нужен Бахмут? Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях находится, по оценкам разведки, около 90 батальонов, около 40-50 тысяч человек. Противник подкидывает каждый день новые резервы. Мы каждый день продвигаемся в разных направлениях, где-то 50, где-то 100 метров. Бои идут за каждый дом, за каждый квадратный метр, в каждом огороде укрепрайон. Противник подготовился, и этого следовало ожидать, потому что после попасной, когда мы начали его охватывать со всех сторон, собственно говоря, время было достаточно. Рвение Пригожина на благо чекистского режима было оценено по достоинству. Путин взорвал его самолет, а потом публично обвинил в этом самого Пригожина. Якобы Пригожин и его командиры обнюхались кокаина и стали кидать на борту ручные гранаты. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранатов. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт – результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Ну, следствие не завершено. Да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводилось. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. Но вот то, что есть, я вам сказал. Я хочу сразу сказать, я задал вопрос представителю Следственного комитета, можно ли об этом сказать публично. Он говорит, да, можно, это установленный факт. По сути, Путин убил, а потом еще и облил помоями одного из своих самых верных слуг. Отношения народа и государства в России зависят от того, с какой стороны швабры вы находитесь. Народная мудрость. Повар явно ошибся шваброй. Он оказался совсем не с той ее стороны, с какой думал. Кто знает, чем все это кончится. На месте господина Пригожина я бы опасался. В НАТО политика открытых дверей, а в России политика открытых окон. Ему надо подумать об этом. Россия сейчас на перепути. Часто говорят, что холодная война кончилась, и Запад победил. Хотелось бы в это верить, потому что коммунизм побежден, но идея свободы в России еще не победила. Если она не сработает, будет возврат. Но не к коммунизму, который рухнул, а к новому деспотизму, который будет новой угрозой для остального мира. Потому что новый деспотизм будет заражен вирусом русского империализма, который был свойственен русской внешней политике веками. 22 декабря 2023 года газета Wall Street Journal опубликовала расследование со ссылкой на источники в американской разведке, что убийство Пригожина организовал Патрушев. Именно его люди заложили бомбу в самолет повара во время предполетного осмотра. Чекист Патрушев старый соратник Путина, спец по мокрым делам. Прославился он еще в 1999 году, когда Путин шел к власти. В Москве и других городах России вдруг стали взрываться жилые дома с сотнями жертв. Взрывы списывали на чеченцев. Но однажды в Рязани подрывников удалось поймать. Ими оказались сотрудники ФСБ, которые заложили мешки с гексогеном в подвал многоквартирного дома. И тогда перед камерами вышел Патрушев, объявив, что это были учения ФСБ. Так русский язык обогатился выражением «рязанский сахар». Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Георгий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом был Годонский взорван. За три дня до взрыва. Это же можно как провокацию расследить, если государственная дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. 24 года прошло, а они все продолжают взрывать и убивать. Как следует из статьи Wall Street Journal, Пригожин поругался с Путиным в октябре 2022 года. Путин перестал брать трубку и перестал с ним общаться. И все, что делал Пригожин далее, было попыткой привлечь к себе внимание, напроситься на личный прием. В итоге личного приема он добился. Путин дал ему гарантии, а Патрушеву приказ его грохнуть. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неоносовским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Это крылья, думаешь? Вот там движок. Ты думаешь, второй тоже мертвый? Один весь разорванный, а второй тоже? Все это наводит на нехорошее размышление. Только вдумайтесь, в Великой России Путина даже такого человека, как Пригожин, могут запросто пустить в расход без суда и следствия вместе со свитой и экипажем самолета в придачу. Экипажем, который вообще не при делах. Погибла стюардесса два летчика. О чем это говорит? Великая Россия Путина – это страна, победившего бесправия, всеобщего и бесповоротного. Сегодня, 26 марта 2023 года, мы, жители Водкинска, обращаемся к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Мы просили сделать дорогу по улице Совхозная, но более 35 лет не можем достучаться до наших чиновников. Владимир Владимирович, вот на коленях просим вас. Разберитесь, пожалуйста, с беззаконием в Карасандарском крае. Мне 69 лет, я внесла все свои накопленные деньги и осталась без шилья и без денег. Помогите нам, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вам по-человечески не стыдно, когда ваши граждане встут перед вами на колени. Господин президент, помогите нам! Ваше место у Параши. Однако в обмен на бесправие народу предлагают утешаться величием. Это ведь равноценный обмен, не правда ли? Какая же это гордость, быть русским! Служил я на Северном Кавказе, пулеметчиком в артиллерийской части 1314. И желаю своим родным дождаться своих детей, и чтобы никого больше не забирали. На этих кадрах в автобусе перед отправкой дает интервью Максим Твердохлеб. После срочной службы 22-летний житель Пытьяха среди первых мобилизованных отправился отстаивать интересы наших соотечественников в зоне СВО. 23 апреля во время боевого дежурства боец батальона «Югра» вместе с двумя товарищами попал под минометный удар и героически погиб. Обменять свободу на величие — не новая мысль. Когда-то и немцы на нее купились при Гитлере. А в путинской России это национальная идея. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз! Два! Три! Ура! Россия! 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 У меня взятка в Костромском ДШБ воюет сейчас с вами. Он воюет уже 4 месяца и нормально, все. Мы, говорит, ложим всех, равняем полностью. А ваши эти паленые немцы, они горят, как консервные банки. Мы, говорит, скрываем просто сверху в турами. Вот и все. Не быкуй никогда на Российскую Федерацию. Россия всегда выходила победой. Всегда? Всегда выходила. Всегда? Мы сколько раз были в Париже? Мы были три раза в Париже. Сколько мы были в Германии, в Берлине? Три раза мы были в Берлине. Мы везде были, везде и будем. И не сопли жевать. Париж он брал. Три раза. Не вставая с дивана. Причем Костромской десантный полк, про который говорит, в 2022 году понес наибольшие потери среди всех частей ВДВ. Согласно расследованию журналистов Би-Би-Си, опубликованному 1 сентября 2022 года, за первые полгода войны полк потерял более 600 человек убитыми и ранеными, то есть примерно половину своей численности. В числе погибших командир полка полковник Сухарев. Кому величие, а кому похоронки и увечья. Владимир Владимирович, обратите внимание на нашу проблему. Посмотрите, сколько здесь людей. Это город Кострома, поселок первый. Все жители вложились в индивидуальное жилищное строительство и уже больше трех лет не могут получить свое жилье. Мы отбежали по пороге всех структур в Костроме. Мы были в прокуратуре, мы были в ОБФ, мы были у государственной власти. Помогите, придайте импульс и решите нашу проблему сообща. Мы русские, мы верим в победу. Спасибо. Мы остались без домов, без денег. Многие семьи сейчас снимают квартиры. Многие в ипотеках. Денег нет. Только на вас осталась одна надежда, чтобы вы нам помогли. Больше нам надеяться не на кого. Дядя Вова, мы хотим жить в своем доме. Это русская провинция Кострома. Путин, 24-й год у власти. В государстве ничего не работает. Ни суд, ни полиция, ни прокуратура, ни местные власти. Люди записывают обращения к царю. Дети на коленях. Дядя Вова, мы хотим жить в своем доме. В каком своем доме? Дядя Вова и Кооператив Озера, вот они тут в своем доме. И у них все в порядке. А вы обменяли свои права и достоинства на величие и новый царизм. И стоите унижаетесь. И что значит, мы русские, мы победим? Кого победим-то? Захватим Украину? А она вам зачем? Чтобы они так же стояли на коленях, умоляя Путина сделать хоть что-то для простого народа? Зачем вы, живя в такой грязи, хотите туда еще кого-то согнать? Украина – это закрытый вопрос. Мне интересно Польша дом. Польша дом. Чего добивается дом? После Украины дом, если будет команда дом, мы 6 секунд дом покажем вам, на что вы способны дом. А вы сами-то готовы жить в такой коммунальной квартире, где все жильцы нищие, бесправные, ненавидят соседей? Вы чуркой назвали? Чуркой назвали? Хорошо. Хорошо, посмотрим. Вы будете запрещать, да? Вы по-русски не говорите. Вы будете и там мне с вами говорить что-то. Я хочу, чтобы правительство мое запретило въезд вообще сюда, в Москву, таким, как вы. Каким? К гражданам России? Каким гражданам России? Я гражданин России. С Дагестана? С Дагестана? Нет, я гражданин России. Я гражданин России. Я гражданин России. Вы откуда сами? Вы откуда сами? Я вас трогала вообще? А я тебе, что ли, говорю? А кому ты говоришь? Я вообще говорю, там вы лежали люди ненормальные. Причем тут вы вообще? Ну потому что я здесь стою, а вы говорите Россия для русских. Я вообще в России родилась. Вы знаете, сколько в России азиаты, сколько? Еще с вами в одном подъезде жить, извиняйтесь, извиняйтесь. Все азиаты должны жить в Азии. А я в Азии родилась. И такие, как вы, нас оттуда выгнали. Вот теперь всем на место. А я родилась там. Понятно? Я родилась и выросла там. Так я родилась в России, у меня паспорт российский. И такие, как вот азиаты, нас оттуда выгоняют. Немецкий философ Гегель говорил, что история повторяется дважды. Один раз как трагедия, второй раз как фарс. Но бывает, что и второй раз снова трагедия. И третий, и так по кругу. Третий раз за последние сто лет в России установлена диктатура. Сначала было царское самодержавие, потом советский режим, теперь уголовно-чекистский. В царской России русский народ не баловали свободой и правами человека. Потом в СССР то же самое. Где идет классная борьба трудящихся, где идет борьба честных людей за подлинную свободу, за подлинную демократию, за настоящую подлинно человеческую культуру. Бухарины и Рыговы, Ягоды и Бурановы, Кристинские и Нозенгольцы, Икрановы, Шаранговичи и Хаджаевы. Это та же пятая колонна. Это тот же ПУОМ. Это тот же КУУУШКЛАН. Это один из отрядов фашистских провокаций в поджигательной войне, действующих на международной арене. Разгром этого отряда – великая услуга делу мира, делу демократии, делу подлинной человеческой культуры. Главное в расследовании – не выйти на самих себя. Андрей Януаревич Вышинский, прокурор СССР в 1935-39 годах. В 1991 году появилась надежда, что порочный круг деспотизма прерван. И из России с ее-то природными ресурсами получится как минимум Канада. Но опять что-то пошло не так. Здрасте. А что это делаете? Ничего, в докладку не делаю. А что? Просто у него взрослые люди, а что занимаетесь? Ерундой какой-то. Какая не вина? Все собираетесь в миру, а тебе не вина. Понятно. А Путина любите? Откуда я? Путина любите? Конечно, любите. Уважайте, да? Да. А чем не вина? Понятно. А что бы хотели ему сказать? Передадим. Что? Ну Путина, что бы хотели сказать? Что он хороший? Хороший? Да. Понятно. А спецоперацию как? Поддерживаете? Да. Какую? А? Ну в Украине который сейчас идет? Поддерживаю. Поддерживаете? Моя дочь, не знаю где. Уехала в Харьков. В Харькова сколько лет жила? Сейчас 4 года и нет. Ни внука, ни ее. И не знаю где их найти. Не то их там убили. Вы как считаете, там порядок наведут наши, нет? Я не знаю, ну там жена вести, не знаю. Ну понятно. Ну здесь все устраивает вас, да? Да. В третий раз за последние 100 лет Россия вернулась в старое стойло. Только теперь в весьма печальном виде. Другая экономика, другая демография. В 2022 году ВВП России был в 15 раз меньше США и в 2 раза меньше штата Калифорния. Русские не могут изменить нас или значительно ослабить. Их страна меньше нашей, они слабее. Их экономика не производит ничего, что кто-нибудь захотел бы купить. За исключением нефти, газа и оружия. У них нет инноваций. При царе угнетенные русские крестьяне хотя бы рожали детей. Теперь вымирание населения идет темпами по миллиону человек в год. Ну а поскольку население вымирает в России, самое время повоевать. Ну вы потерпите, надо просто потерпеть, надо еще потерпеть. Вот как русский он родился, потерпел и умер, будет так же примерно. Нет, не готова не терпеть, потому что я родилась не для того, чтобы терпеть. Я как бы теряю все здоровье, свое время, свою молодость. Наши мужья теряют свои конечности, свои жизни. И, собственно, такого рожна мы должны терпеть. В 1904 году из Российской империи уехал в Америку киевский еврей Мейер Блинкен. Его фамилия была от слова «блин». В 2023 году правнук Мейера Блинкена прибыл с официальным визитом в Финляндию и едко пошутил по поводу бывшей империи, откуда его предки так удачно свалили век тому назад. Кремль часто утверждал, что у них там вторая армия в мире. И многие верили в это. Сегодня многие считают, что у России вторая армия в Украине. Ее техника, управление войсками, стратегия, тактика и моральное состояние — это классический пример полного провала. То, что Блинкен сказал это именно в Финляндии, тоже в некотором роде символично. За истекшие сто лет из всех наций Российской империи только две смогли построить государство Первого мира — финны и евреи. Советы этому активно мешали. Пытались уничтожить Финляндию в 1939 году в Зимней войне. Потом СССР много лет пытался уничтожить Израиль руками своих арабских союзников. Но без успеха. Вернувшись к диктатуре в третий раз за сто лет, Россия выбрала новый объект для агрессии. На сей раз Украина. Принцип «сами не живем и другим не дадим» вышел на новый, на сей раз уже совершенно шизофренический уровень. О, сколько нас вообще, целая орава. Куда идем, хуй его знает, но мы идем. Смотри, тут нас чисто-чисто, братва, прикинь, это да это пизда. Затокли ногами, как лопаток просто. Ради войны с Украиной путинским режимом был извлечен из тьмы, использован, а потом пущен в расход один из самых колоритных персонажей бандитского Петербурга — Евгений Пригожин. Уголовник, казнократ, фронтмен ГРУ. И просто повар на кремлевской кухне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова